мне очень нравится карты камарин когда смотрю прям охота выйти из игры просто такая не знаю на вид просто неприятная карта так ну что реды заняли горку опять внизу стоит першень стоит 32 но вы наверное все палите а мы не видим ничего что происходит на горе значит у нас тут двое кто именно там в к и першень в горе естественно покосаны также на горе стоит возле камни тут при въезде на гору стоит 32 вот сейчас першень засветился и у него уже 64 процента кто-то по нему успел попасть или это было еще при въезде на горку один тигр уредов поехал в обход горы и по воде обход и через деревню такие дома стоит классные цианские там кругом назовешь деревню да удачно сделали эту карту красиво стало многим нравились деревянные домики там прикалывались зачем разрушил домик кузьмича так один игрок редов на тигре стало вот смотрят чтобы не обошли першень тоже уже хорошенько получил на 46 процентов у него с ней сделать хп и там еще 36 01 он как живет нормально сейчас посмотрим так першень едет кстати в объезд горы наверно сейчас встретить тигра сейчас попробуем объезд горы где именно и но они деревне деревне а деревне да он сейчас там открылся на тигр если проедет да во 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 да за свет тигр успел стрельнуть и попал 77 процентов у першинга першинг по-моему не не попал по тигру не успел было более удобный момент у тигра второго и на горе все стоит еще а не подтянулся т32 к вам на горку или он так там и был бы просто его не видели наверное спрашивает денег а ты помнишь в первом бою лол в чате спрашивал кто бьет у них что голосовой связи нет не знаю ребята или голосовая связь или нет на самом деле если лол переговаривается через тимспик бывает такое что тимспик накрывается и тогда во время боя там не наладишь опять связь может быть у них были такие технические неполадки ну я думаю мало вероятно что команда лова играет без связи голосовой соответственно в мире была какая-то команда играл они просили сделай раздельный чат мы общаемся через заговор а я специально я же очень часто стримлю специально в игре выключил даже то есть включил этот мат фильтр чтобы на стрим даже не пускать то что они пишут да таких игроков которые любят как выпустить свою пару очень много так ну что мы видим перестрелка перестрелка между т32 другим т32 который у вас стоит около горы ну я на самом деле пока не пойму в чью сторону тут все выходит вроде как лол тоже неплохо сейчас играет заняли они ключевые позиции и держат довольно таки удачно пока кстати у лола ведь не было до феди в той игре нет не было скопировали да стоит федя на самом деле лолы как-то походу скопировали эту самую тактику так же наверное не так же один т32 стоит возле горы и першень немножко дальше смотрит на деревню ну вот тогда знаете на базе возле артиллерии скорее всего это не копифаз тактики скорее всего это просто стандартная такая тактика то что с арты должен кто-то стоять так там першень по-моему начал перестреливаться все рады пошли в раш через гору вот два т32 поехали пара едет першень отверстики лтшки тоже тут подъехали они лтшки пухну извините першень сейчас выйдет подставит свою попу не пока не стреляет вот его сейчас занять зажмут с двух сторон там будет тигр стреляет с этой стороны тут т32 еще один т32 он пытается спрятаться тут за горки в принципе пока что не все получается но вот получает опять попадание и т32 тоже огребает так потихоньку ой и тигр подъезжает сзади вот сейчас очень неудачная позиция лол заняли они их просто окружили с двух сторон и скажем так это была неожиданность до этого вы знали то что рэды по-любому парашек он по крайней мере должны были знать потому что оказал тот бой где этот пошли в 3 тяжа и просто пронесли ты знаешь в принципе так хорошая у них была позиция хороших вроде как заняли тэф и вот что тут произошло и они растерялись что вот ферзи он стреляет по т32 и не пробивает может не знает куда стрелять и стреляет ему башню и не использует премиум снаряды а с премиум снарядами он по-моему все равно не пробивает башню т32 не пробивает каких случаях пробивают каких нету сам я еще правда играл на старом пачу вот тоже на как посчастливилось мне проиграть с премиум снарядами там стрелял и со седьмому ножку и спокойно пробивался это 30 башни башка пробивалась можешь все зависит от калибра так но остался федя правда на ста процентах и уедет т32 двухпроцентный но он на самом деле сейчас разрядится в него и потом будет перезарядка хотя у феди довольно быстрая перезарядка может тут еще и тигр вараж можно специально не стреляет федер пока сто процентов да вот он стрельнул снял 222 хп но их тут трое против троих на рэд подстрелил своего жадный западе ну все можно поздравить команду когда этим местом в общем да бред и выиграли по всей линии заняли первое место третье место всегда второе место тоже ради заняли ну финал-то был с кем вот я удаляю тренировочную комнату ты продолжу дальше стрим вести я 100 останусь но я как по нему ваш стрим закончился поэтому мы наверно прощая у нас там стрим закончится сюда было приятно пообщаться комментировать матч да спасибо что позвал у нас сейчас у нас открывается еще вот solo cup один на один то есть там тоже допустим начальный игр конечно не будем стримить вот такие как полуфинал финал можно тоже будет взять и постримить вот ну зови только желательно в следующий раз немножко заранее да естественно заранее так получилось просто у нас такие были проблемы тогда просто мы вдвоем тогда сможем лучше подготовиться что вы сейчас то подробности констрим сейчас таскать с тобой переписки хорошо да все спасибо было интересно до скорых встреч давай пока